Ещё раз примите мои поклоны, Слава Швили Прабхупаде! Сегодня у нас третье занятие по теме... Вы запись включили? Да, да, включил. Третье занятие по теме «Три компонента духовной жизни». Теория, практика и результат, где теория у нас ассоциировалась с Амбанхагианой – знание о том, как всё связано между собой и, в конце концов, как всё увязано в единую систему на Верховного Господа. Это у нас была тема первой лекции. Вторая тема у нас была связана с Абхидеей, с практикой. Это ответ на вопрос «Как?», то есть как теперь теорию превратить в практику, методики. Мы говорили о том, что главный процесс в Кали-югу – это Бхагаватамарк или Бхагаватамидхи, процесс, основанный на слушании и воспевании. И в помощь ему Панчаратрика Марк, то есть путь поклонения божествам, который является более строгим. Бхагаватамарк – он более универсальный для всех людей. И также мы говорили ещё о элементах Вайдикамарка, ведического пути, использования, задействования своей материальной природы, своей обусловленности. Также мы коротко рассмотрели несколько подходов про врити и неврити. В целом идея на то, чтобы больше погрузиться в Кришну, меньше взаимодействовать с материей. Но если не получается, какие элементы про врити мы также используем. Как Кришна говорит, не может то, делая это, не может то, делая это. То есть у него такой подход достаточно широкий, охватывающий всех людей. И это была тема нашего вчерашнего занятия. И сегодня третье – према про Йоджина. То есть то, что фактически является нашей целью. Что в процессе практики мы должны достичь? Какой результат? Итак, это результат. Теория – первая лекция, практика – вторая лекция, результат – третья. Что должно наступить в результате этой практики? И здесь в качестве стартового стиха я выбрал стих из читания «Чиритамриты» Матьхья Лила, 22 глава, текст 107. Ну, давайте сначала настроимся. Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Ом Магьяна Тимиранда Сья Генанджана Шалакая Чакшарун Милитами Натасма Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Бхутали Сваям Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванша Калпатарубьяш Чакри Пасенхупья Эвача Патита Нам Павани Бхяву Ваишнаве Бхяву Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Ницьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намову Вишну Падая Кришну Причтая Бхадали Шимати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гавравани Прочарине Нирвише Шашане Вади Пашчатя Дея Шатарине Итак, в качестве завязки Прочитаем стих из читания Чаретамриты Материла 22 глава, текст 107 Очень известный стих Нитиасидга Кришна Прэма Садья Кабуная Шраванади Шудга Чити Карая Удая Чистая любовь к Богу Вечно обитает в сердцах живых существ Она не относится к категории вещей Получаемых извне Этот момент очень важный для себя отметить Что это то, что у нас внутри Когда сердце очищено слушанием и воспеванием Эта любовь пробуждается сама собой То есть в этом стихе по сути дела Мы видим элементы и самбанхи, и апхидеи, и прайоджины Самбанха состоит в том, что это уже у нас есть Это наше наследное право, наше естественное состояние Но оно проявляется, если мы следуем определенному процессу Шраванади Шудга Чити То есть происходит должно очищение сердца Шудга Чити Благодаря процессам, начиная со слушания Шраванади То есть Шравана слушание,ади обозначает и так далее Все, что из этого слушания вытекает И вот тогда кара йодэ То есть эта любовь, как некий результат Проявляется естественным образом Шила Прабхупада приводил такой пример Что луна находится в небе И при определенных обстоятельствах Мы ее видим Она проявляется Когда-то она скрыта, когда-то она предстает перед нами Точно так же и вот эта вот Кришна Прэма Она уже есть Но в обусловленном состоянии она не проявляется И теперь нужно проявить определенную Абхидею Практику применить И тогда она проявляется Это, собственно, и будет тема сегодняшнего нашего занятия Прайоджина Это сфера ценностей То есть то, что должно в конце концов проявиться Переход от мирской эмоциональности В сферу переживаний Отношений вместе с Кришной Живое существо Мы знаем не только Рационально Говорят Homo sapiens Человек разумный Как будто бы это единственная характеристика Человека Но он так же еще человек эмоциональный Мы знаем, что В основном люди сейчас ценят Интеллект Разум Если кому-нибудь дают Нобелевскую премию То, как правило, каким-то очень-очень разумным людям За проявление их интеллекта В сфере, может быть, технологии Или какого-то теоретического знания И так далее Иногда бывает такое Что даже за какие-то там Эмоциональные вещи Дают премии Допустим, в свое время По-моему, в 46-м году Известный швейцарский писатель Герман Гесси Получил Нобелевскую премию За свой роман Игра в бисер То есть это интеллект Определенный плюс эмоции Но вот в основном У людей Гениальность ассоциируется Вот с какими-то такими Интеллектуальными особенностями В то время Как духовная жизнь Без сомнения Интеллект присутствует В основном в сфере самбанхи Вот этого глубокого понимания Как все связано Но результат Должен быть эмоциональным Не то, что Все философское знание Мы забываем, нет Мы знаем, что Когда на живое существо Нисходит Эта вот Милость Бога Это состояние Когда Из формы Господа Нисходит Так называемый Луч Сварупа Шакти Который Попадает В природу души И вот эта вот наша вечность Вечное живое существо Вечное Эта вечность Теперь она наполняется Знанием и блаженством То есть Знание Это Интеллектуальная сторона наша Блаженство Это эмоциональная сторона наша И вот Господь Читания Придя Как аватара Для Кали-юги Он говорил О философии Тоже С некоторыми преданными Которые Могли Оценить все эти вещи Типа там Сарабау Батачари И так далее Вот Но Главное Что он принес Это Вот эту вот Удивительную эмоциональность То есть Можно назвать Господочитанию Гением эмоций Дайте ему Нобелевскую премию За проявление Эмоций Не только Вот за интеллект Как сейчас Дают А за эмоцию И В этом плане Конечно Современный человек Недооценивает Эмоции Эмоции Потому что В основном Они чаще всего Негативные Люди находятся Под влиянием Углом страсти И невежества И соответственно Эмоции У них Как и гнев Жадность Вожделение И так далее В свое время Даже По-моему Где-то В начале 2000-х годов Был Какой-то Немецкий фильм Назывался По-моему Эквилибриум Что-то такое Типа Уравнитель Вот И там Фабула Этого фильма Стояла в том Что Значит Ну Как это Такой Как бы Постапокалиптический Сюжет Что значит Там какая-то Была очередная Война Вот И значит После того Как эта война Закончилась Выжившие люди Они решили Так Что Вот как раз Эмоции Это очень плохо Потому что Они приводят Ко всем этим Обоюдным Претензиям Ко всем этим Скандалам Конфликтам И так далее Вот И поэтому Нужно Устранить Все эмоции То есть Всем там Прописали Какие-то Транквилизаторы Каждый день Человек должен Пить какую-то Такую таблеточку Которая Все его эмоции Гасит Он такой Спокойный Ровный Эквилибриум То есть Такой полностью Уравновешенный Человек Вот Он разумный Все Он работает Все хорошо У него есть Какие-то там Потребности Но вот Эмоции Быть не должно И Они уничтожали Все Произведения Искусства Картины Там Какие-то Музыкальные Все эти Пластинки Носители Там записана Какая-то музыка Все то Что вызывает Человеки Определенные Эмоции Потому что У них был Очень сильный Страх Что если Эти эмоции Не контролировать То Все это Опять Приведет Неизбежно Какой-то Такой Эмоциональной Поляризации Появятся Друзья Враги Будет Конфликт И В конце Концов Опять Будет Новая Война То есть Понимаете Как интересно Это Как говорится Как бы Это Не выплеснуть Ребенка Вместе С Грязной Водой И Они Как раз Именно Это Сделали Потому что Да Мы можем Точно Признать Что Эмоции Особенно Под влиянием Невежества И страсти Это Совершенно Точно Враги Человека Никаких Сомнений В этом Нет Вот Более Того В Бхагавадгите Мы прямо Видим Эти вещи Где Кришна Говорит Что Созерцание Объектов Чувств Рождает Привязанность Значит Привязанность Рождает Вожделение Вожделение Рождает Гнев Гнев Затмевает Память Там где уходит Память Теряется Разум И в конце Концов Человек Падает В колодец Материального Существования То есть Вся цепочка Раскручена И начинается Она Именно С того Что У человека Появляются Какие-то Неконтролируемые Эмоции Из-за Созерцания Объектов Чувств И идея Такова Давайте Устраним Все эти Эмоции Просто Будем Такими Уравновешенными Холодными Неэмоциональными Только Рациональными Людьми То есть Это вот Идея Ананды Или Хладини Шакти Они решили Под корень Уничтожить Как раз Выплеснуть Ребенка Вместе С грязной Водой Да Мы признаем Негативная Эмоциональность Это источник Очень многих Проблем Конфликтов И так далее Но Может ли быть Эмоциональность Позитивной Вот это Как раз И есть Главная Тема Духовной Жизни И Господь Читания Как Гений Духовной Эмоции Показал Во всей Красе Что такое Кришна Пряма Потому что Пряма Это и есть Прайоджина Или цель Что такое Само слово Прайоджина Пра Это Усилитель Усилитель Это Как вот сейчас Там знаете Какой-нибудь Пишут Про Там Какое-нибудь Лекарство Там Какой-нибудь Про Да Типа Ну как Профессиональные Такое Как усилитель Про Про Движение Прогресс Про Это Вперед Что такое Усиливающее Это все Происходит Из Как раз Санскритского Слова Про Мы знаем Имя Известное Прохлада Хлада Это радость А Прохлада Это Интенсивная Радость Усиленная Радость Итак Про Это Обозначает Что-то Полное Усиленное А Йоджина Это От Глагол Йодж Как Йодж 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 Прайодж Обозначает Полный Контакт Если Йодж Это Контакт Прайодж Или Прайоджина Это Полный Контакт С Богом И Вследствие Этого Полного Контакта С Богом И На Рациональном Уровне Интеллектуальном И На Эмоциональном уровне и возникает вот прямо то есть то что нам нужно духовный результат такая раскрытая полная духовная эмоциональность потому что в материальном мире мы знаем все наши материальные чувства и эмоции являются отражением не в лучшем виде отражением искаженным отражением наших духовных эмоций изначально и так про йоджина или цель в духовной жизни может быть у всех разные если сейчас вот не брать исключительно гаудеева и шнавов просто есть верующие так сказать широкого ранжира вот для кого-то про йоджина цель будет просто сварга рай наслаждение хочу рай пустите меня в рай для кого-то про йоджины будет брахмананда погружение безличное сияние брахман чувство освобождения от всего этого груза кармы от ограничений материального тела и так далее для кого-то про йоджины и будет личностное освобождение в духовном мире но без любви есть такой вариант мы знаем нектар преданности описывать эти все так называемая значит салокия мукти жить на одной планете с господом сарупья мукти иметь сходную форму значит сами пи входить какой-то значит круг ближайшего окружения но при этом не весь отношении странная немножко такая вещь саршти это иметь сходные богатства с верховным господом к сожалению четыре вида освобождения не описывается как-то подробно коротко упоминается еще нигде я не встречал детального описания только говорится что вот это личностное освобождение но без каких-то таких вот близких отношений и так это еще один вариант про йоджины и выше это вот прямо в отношениях личностное освобождение на основе любви и проявлением этой любви является служение то есть служение бхакти или сева это как раз проявление любви должно быть четкое понимание что мы не просто служим без любви мы не просто занимаемся преданным служением нет нет мы занимаемся любовным преданным служения где слово любовный идет на первом месте и проявлением этой любви является преданное служение то есть не то что с таким хмурым лицом не выражающими каких эмоций просто вот служу богу как найти выполняю какое-то механическое служение и все нет есть любовь бакте и с проявлением этой бакте является желание сделать что-то приятное для кришны то есть служение внешне к это делится это проявление любви это очень важно понять что мы не занимаемся преданным служением мы занимаемся любовным преданным служением вот это вот слово бакте емкое слово бакте выражает именно эту идею не просто служение не просто преданное служение любовное преданное служение вот такими тремя словами выражается идея бакте пока любви нет мы знаем да есть некоторое давление и так далее Вот вчера коротко мы касались этой Абхидеи, что есть Саддана Бхакти, которая бывает двух видов. Вайди Саддана Бхакти, Рогануга Саддана Бхакти. Вайди Саддана Бхакти это начальный уровень, когда еще чувств особенных нет под давлением наставления. Рогануга Саддана Бхакти это уже когда живое существо тянется само к служению, потому что уже есть чувство. Поэтому Рогануга начинается, как правило, с уровня ручи, а с акти, когда уже проснулась естественная рага, естественная тяга к Верховному Господу. Итак, према прайоджина. Наша цель это Кришна према. И она складывается, можно сказать, или вернее проявляется через 12 типов отношений, 5 основных рас, 7 подчиненных. Это все описано в нектаре преданности. Вот. И, как я сказал, основой бхакти является именно это вот, вернее, основой служения является любовь. Потому что мы иногда наблюдаем такую интересную вещь. Люди начинают свою духовную жизнь явно не из любви к Богу. Чаще всего, в основном, из-за каких-то проблем и так далее. Вот. Но есть какое-то благочестие у человека. И он обращается к Богу. Часто начало его обращения к Богу строится на основе моего желания, чтобы Бог выполнял мои желания. Все. Я хочу, чтобы Бог выполнил мои желания. То есть, я продолжаю оставаться эгоистом определенным. Это начало духовной жизни для большинства. Я заказчик, Бог-исполнитель. Это такая... То есть, я остаюсь пока на позиции и швары управляющего, и пурши наслаждающегося. Я прихожу к Богу и говорю, мне очень плохо. У меня такие проблемы. Помоги мне в том, помоги мне в этом. Дай, 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 дай. И так это начало духовной жизни. Но мы не должны оставаться в таком состоянии. То есть, дух чувственного наслаждения, дух для того управляющего, он, в конце концов, должен смениться на дух преданного служения. И преданное служение обозначает, что не Бог исполняет мои заказы, а я исполняю его заказы. Не Он мои желания, а я его желания исполняю. Понимаете, это смена парадигмы такая. Это может быть немножко болезненный переход от мирской религиозности к настоящей духовности. Это примерно как, знаете, период взросления у ребенка, когда его баловали до определенного возраста, исполняли все его желания. А потом уже его оставят какие-то рамки дисциплины, и он начинает понимать, что больше баловать его не будут, что теперь он тоже что-то должен. Он тоже что-то должен, какая-то дхарма у него есть. Теперь от него уже ожидают поведение более ответственного, взрослого человека, а не просто какого-то такого безответственного потребителя. И вот эта вот смена психологии, она может быть немножко болезненна, потому что в массе своей даже религиозные верующие люди, как правило, остаются потребителями. И они обижаются на Бога, если Бог не выполняет их молитвы, их желания и так далее. И поэтому Бхакти основана именно на идее удовлетворять Кришну, делать то, что приятно Ему. Ану Кульяна Кришна, Ану Шилану. Благоприятная деятельность, ставящая свои цели доставить радость Ему. То есть это не мирская религиозность, когда я прихожу к Богу со своим списком. Дай мне то, дай мне это. И радость рождается у нас не от того, что я получил что-то для себя. А радость рождается как результат того, что мы делим с Ним его счастье. Понимаете? То есть не просто вот я ем один там в уголочке свое любимое блюдо, а когда мы с Ним вместе совершаем одно дело, и Он делится с нами своей радостью. То есть живое существо не эгоистично наслаждается, а вместе с Богом. Вот это правильное понимание. Итак, нектар преданности. Мы говорили вчера об этой книге как о том, что дает нам такое научное описание абхидеи процесса. И там же содержится очень такое научное, можно сказать, аналитическое описание према Прайоджина. Из чего складывается эта према, мы знаем, что первая часть, это же океан, да, считается океан бхакти-расы. Восточная часть океана, так называемая пурва, вибхага, она состоит из четырех разделов, четыре волны. Это так называемая самания бхакти, общее описание бхакти, садана бхакти, двух видов, вайди, садана бхакти, рагануга садана бхакти, бава бхакти и према бхакти. Вот это вот первые 19 глав восточной части океана. Вот южная часть океана называется Дакшина вибхага. Там как раз идет описание этой премы, то есть то, чем заканчивается первая часть описанием према бхакти, теперь эта према начинает расшифровываться в описании южной части океана. И об этом мы как раз сегодня попытаемся поговорить. Ну, для нас это, конечно, большей частью теория, потому что это не наш уровень, но, тем не менее, это тоже необходимо знать, представлять. Что же из себя представляет вот эта вот према прайоджина, према раса, каковы ее составляющие? Тамру Бхагасами говорит, что она состоит из пяти компонентов. Сначала я их назову, потом чуть более подробно мы рассмотрим. Первая называется вибхава. Вибхава – это то, что порождает или пробуждает в нас вот это чувство любви. Это Кришна и его преданные. В основном, когда мы видим Кришну в каких-то разных параллелях, не слышим о нем или что-то от его преданных, исходит, вот это начинает нас пробуждать эмоции. То есть они выступают как такие стимуляторы. И теперь эта эмоция начинает пробуждаться, и это уже второй компонент, который называется стхайбхава. Это одна из пяти основных рас от Шанты до Мадхури. То есть Шанты – это мы знаем нейтральные отношения, Даси – отношения господина слуги, Сакхия – дружеская, Вацалия – родители, дети, Мадхури – отношения возлюбленных. Итак, стхайбхава. Буквально стхай – это то, на чем все стоит, держится, основная эмоция. Потом из этой эмоции вытекает анубхава. Анубхава – это осознанные действия, осознанное поведение, которое вытекает из стхайбхавы. Например, человек, испытывая эту стхайбхаву, чувство любви, начинает петь или танцевать, он делает осознанно. Это будет его анубхава. Далее четвертое называется сатвикабхава. Это неконтролируемые эмоции, когда вдруг у него потекли слезы, он упал в обморок или волосы стали дыбом. И пятое – это так называемая вябхичарибхава. Это вторичные эмоции, которые вытекают из стхайбхавы. Допустим, когда родители Кришны, Нанда и Шода, боятся за него, что там с ним может произойти. Или какое-то чувство отчаяния или сомнения возникает. Сейчас я просто их перечислю. Так, вибхава. То есть, чего, собственно говоря, эмоция рождается потом из стхайбхава. Сама вот эта вот эмоция. Потом, значит, анубхава, что из нее следует, какие-то сознательные наши действия. Сатвикабхава – неконтролируемые эмоции. И вябхичарибхава – это вторичные эмоции, которые сопровождают все это. Чуть дальше мы это все более подробно рассмотрим. Сейчас пока только перечисления. И вместе все это порождает расу. Раса не статична. Статична обозначает какой-то один вкус. Допустим, лимон, он только кислый. Но если вы уже добавляете лимон, мед, что-то еще, уже появляется такой более сложный вкус, состоящий из комбинации других вкусов. То есть, сразу динамично появляются разные эмоции, переходящие одна в другую. Как, допустим, в драматургии или там какой-нибудь спектакль или фильм. То есть, есть какая-то одна основная тема, но есть какие-то еще попутные, подспутные. То есть, чтобы было разнообразие, не только какая-то война и все. Допустим, фильм о войне. И вот стреляют, стреляют и стреляют. Нет, это неинтересно, когда только что-то одно. Там какие-то и личные отношения, там какая-то любовь завязывается. И кто-то там дружит. И какие-то потери. И какие-то ожидания. И какие-то радости и печали. То есть, какое-то одно главное событие. И куча сопровождающих его каких-то там эмоций, отношений, хитрых переплетений, каких-то сюжетных линий и так далее. И вот тогда это все интересно вместе. А если просто одна какая-то тупая стрельба, вот это в конце концов нам надоедает. Потому что требуется разнообразие. И вот эта раса как раз и состоит из вот этих вот разнообразных каких-то таких вот линий сюжетных, которые несут в себе какие-то вот разные вкусы, эти вот разные отношения. Все это вместе переплетается. И дает нам глубокое удовлетворение, как какой-то очень талантливо сделанный фильм или спектакль, где разные актеры, разные сцены, разные какие-то эмоции, переживания, разные сюжетные линии. И это все захватывает нас именно многообразием таким талантливо, когда все сыграно, все сделано. И такие какие-то яркие там эмоции, интересные мысли, какие-то какой-то хитрый сюжет. Вот это все захватывает нас. Мы говорим, ух, прям как здорово, да, прямо что-то такое мы пережили. Вот это вот и называется искусство расы. Вот и, как мы уже говорили, материальные расы являются грубым отражением духовных вкусов. Говорится, что есть три принципиальных типа вкуса. Это вот в материальном мире то, что нам доступно, называется джадо-раса. Джадо-раса буквально такой грубый мирской вкус. Допустим, ну, вы просто пошли в ресторан, поели, да, вот. То есть, вот такое все, да, или там какие-то еще вещи, там, секс на физическом уровне, да, вот подобные такие достаточно ограниченные вещи. То есть, то, чем вы долго не можете наслаждаться. Ну, это, может быть, там несколько минут, может быть, это там полчаса вы сидите в ресторане или час, там, и то, и то. Не только идите вы еще с кем-то, может быть, разговариваете, общаетесь, какую-то музыку слушаете. Вот, то есть, это такие достаточно ограниченные вещи. Другим более высоким типом расы является сваргия раса. Сваргия раса – это тонкие вещи, ну, буквально от слова сварга, да, рай, то, чем наслаждаются полубоги. Но для нас сваргия раса тоже доступна. Это более тонкие вещи, допустим, музыка, поэзия, искусство. То есть, то, что уже не связано с такими ограничениями, как вот ограничение желудка, ограничение гениталиев, да. То есть, вот ум, он может долго читать, слушать, там, можем что-то такое смотреть, общаться. Вот, потому что это более тонкая вещь. И наслаждение более тонкого уровня – это будет сваргия раса. И самым высшим вкусом является вайкунха раса, то есть, это вкусы духовного мира. Вот это вот идет градация определенная. Вот, поэтому то, чем наслаждаемся мы здесь – это низшее из того, что доступно живым существам. Вот, в основном, такое грубое чувство наслаждения. Люди, вот сейчас лето, да, поехали на море, значит, там, или куда-нибудь в лес, пикник, шашлык, вот, чтобы там покупались, или там в баню сходить, или позагорать, там, что-нибудь на природе поесть, вот, покататься на каких-нибудь там водных лыжах, или на каком-нибудь там параплане. Вот такие вот вещи, то есть, как бы, такие, на гробом, на физическом уровне. Вот, зимой у людей другие, там, какие-нибудь лыжи, там, или еще что-нибудь. Вот, то есть, это все, ну, понятно, это все относится к категории джада-раса. В основном, люди именно хотят ее потреблять. Вот, а духовная жизнь должна привести постепенно через сваргия-расу. Люди какие-то такие, знаете, более интеллигентные, тонкие, они еще каких-то более тонких вкусов. Вот, но это не конец, это не вершина. Вершина является вот этот вот вайкун-хараса, о которой мы сейчас пытаемся говорить. Вот, и также вчера мы касались немножко этой идеи, что раса может быть с какими-то неживыми объектами, с живыми объектами. Допустим, опять же, если вы едите пиццу, она может быть вкусной. Там тоже какие-то разные вкусы, потому что там разные, значит, ингредиенты. Вот, тесто, сыр, какие-то овощи, какие-то специи. Это все дают какие-то разные тоже, может быть, вкусы. Но это пицца. Она, вы ее едите, вы ее потребляете, она на вас никак не реагирует. Но если вы общаетесь с каким-то живым человеком, который тоже, сами словом, тоже ест пиццу, и вы начинаете охать, ах, ой, какая прям, ну, прям свежая, божественная, вкусная. То есть, мало того, что вы едите пиццу, вы еще с кем-то общаетесь, с живым человеком. Какие-то его мнения слушаете, там, его переживания и так далее. Поэтому расы или вкусы, которые мы получаем от неживых объектов, это одно. Но расы, которые мы получаем от взаимоотношения с живыми существами, совсем другое. Потому что живые существа выше мертвой материи, и всегда что-то такое интересное от них исходит. Итак, есть определенная теория, наука, как вот эта вот раса описывается. И, например, классическая ведическая драматургия, авторы с ней связаны, Бхарата Муни и другие, разработали эту теорию расы, которая как раз и раскрывает нам суть всей вот этой вот эмоциональной динамики. Итак, для того, чтобы вот эта вот раса стала проявляться, нужно как минимум два живых участника. Подчеркиваю, живых. Между ними должны быть какие-то основные базовые отношения. Допустим, берем классику, да, Ромео и Джульетта. Итак, два участника возлюбленных у них Мадхурия раса. Они любят друг друга как возлюбленные. То есть, это каркас, основа, на которой строится весь сюжет. Это основная эмоция, которая связывает их, и можно сказать, что это их стха и бхава. То есть, основной Мадхурия раса, основной их тип отношений. И теперь оба участника, Ромео и Джульетта, по отношению друг к другу, они выступают в качестве вибхавы, то есть, стимуляторы. Когда Ромео видит Джульетту, у него это чувство любви возрастает. Когда Джульетта видит Ромео, то же самое. То есть, они друг друга как бы стимулируют. И вот это вибхава, они друг друга любят, внешние, какие-то качества друг к другу очень ценят. И так эти два взаимостимулирующих элемента рождают эту стха и бхаву. Так они возлюблены. Это их стха и бхава. Теперь начинается анубхава. Жених, допустим, дарит своей возлюбленной цветок. Или читает ей стихи. Или объясняется ей в любви. Это будет анубхава. То есть, его осознанные действия, которые следуют из стха и бхава. Раз это моя возлюбленная, думает Ромео, значит, вот ей какой-то подарок приятный. То есть, проявляется его любовь через эту анубхаву. В ответ на это у невесты, у этой Джульетты, могут потечь, допустим, слезы. Она может покраснеть. Или там у нее пересыхает во рту. Она какие-то такие эмоции неконтролируемые испытывают. Это нацистатвика бхава. То есть, вот прямо у нее что-то такое пошло. Сатвика бхава. А последний компонент, вот это вот в ябхичарь и бхава, это уже вторичные эмоции сопровождающие. Что это такое? Например, они должны встретиться, но Ромео опаздывает почему-то. В назначенное время он не приходит. То есть, Джульетта начинает волноваться. Может быть, с ним что-то случилось. У него какие-то сомнения начинают появляться. Или какой-то страх. Может быть, он ее разлюбил. Может быть, он ее бросил. Может быть, он кого-то другого встретил. Понимаете? Сопровождающие вторичные эмоции, это называется в ябхичарь и бхава. То есть, я привожу этот пример, чтобы было понятно, чтобы эти термины вибхава, стимуляторы, стха и бхава, основная эмоция, ану бхава, сознательное поведение, вытекающее из этого, сатвика бхава, не контролируя эмоции, и в ябхичарь бхава, вторичные эмоции сопровождающие, чтобы это все приобрело какие-то конкретные очертания, чтобы это были не пустые слова, а на примере вот такой общеизвестной истории мы эту тему рассматриваем. Итак, вот это вот сочетание всех компонентов порождает живую расу, которой наслаждаются участники, либо зрители, либо слушатели, которые все это как-то там воспринимают. И, как я сказал, для того, чтобы раса была захватывающей, интересной, должно быть всего, так сказать, ну, какой-то основная раса, она, конечно, будет доминировать, но если это любовь, да, представьте себе, что там показывают, ну, грубо говоря, извините за выражение, одни постельные сцены. Это будет скучно, да, если только одно это. А если там еще что-то другое, какая-то там, ну, у них, может быть, они обиделись друг на друга, расстались, потом встретились там что-то еще там какие-то, они начинают друг другу о чем-то рассказывать, это уже интересно. Вот поэтому вместе с этой вот стхайбхавой какие-то все остальные вещи, они все это разнообразят, как на картине, допустим, какие-то оттенки, не просто грубо там красный цвет, желтый, зеленый, синий, а какие-то оттенки, и благодаря этому складывается определенное разнообразие. Итак, за счет этих вот всех сопровождающих элементов основная раса, то есть вот эта вот стхайбхава, она углубляется и переходит в новые какие-то, так сказать, измерения. И теперь это как бы общая теория расы, да, которую разработали Бхаратамуни и его коллеги. А теперь, когда мы говорим о духовной жизни, вот теперь главным, главным элементом в духовной жизни является Кришна. То есть он главный, так сказать, вибхава, или еще называя термином удипана, стимулятор, то есть то, что в дживе, в живом существе, вот эту вот эмоцию должно пробудить и усилить. И главный стимулирующий фактор для нас что? Это форма Кришны, да, его качество, его деяние. Вот. И главная тема – это любовь. Главная тема – это любовь. Теперь разнообразные формы любви, потому что в каких-то человеческих произведениях, художественных, любовь не всегда будет главной темой. Например, есть какие-то пьесы Шекспира, какой-нибудь, допустим, там, Макбет. Это наоборот. Одна сплошная вражда, месть, соперничество, сражение, убийство, заговоры, предательство. Никакой любви. То есть в основном какие-то одни вот такие негативные эмоции. Но когда речь идет о отношениях с Кришной, то здесь, да, может быть, какие-то там тоже демоны появляются, какой-то конфликт, какая-то вражда кратковременная, но это никогда не будет главной темой. Это всегда будет только чем-то, ну, подспудным, может быть, да. Вот. А основой всегда будет вот эта вот позитивная эмоция. И вот Кришна выступает как стимулятор. Его имя, его форма, его качество, его деяние. И его еще называют Вишая. Вишая – это высший объект любви для всех живых существ. Вот. И теперь, поскольку он из себя вот это вот все излучает, красоту своего образа, великолепие своих качеств, потрясающую динамику и глубину своих лил, кто-то это должен воспринимать. И вот те, кто воспринимают, оценивают, восторгаются, желают во всем этом участвовать, их называют термином Ашрая. Ашрая – это буквально убежище, то есть, некий сосуд, в котором вот это все живет. То есть, Кришна, он все это из себя источает, а мы это принимаем, и мы это переживаем, и мы об этом думаем, и мы в этом хотим участвовать. То есть, Кришна Вишая – высший объект для нас, потому что все остальные – это просто, мы знаем, искаженные отражения Кришны. Самый конец 10 главы Бхагавадгиты подтверждает это, когда Кришна перечислил различные вибхути, свои разные проявления в этом материальном мире. Потом он говорит, Арджуна знает, что все богатства, а также все славные, удивительные, талантливые проявления этого мира созданы лишь из искры моего великолепия. То есть, все то, чем мы восторгаемся в этом мире, это лишь искорки великолепия Кришны. А Кришна и есть то самое великолепие, тот самый огонь, из которого все эти искры исходят. Итак, он для нас есть Вишая, то есть, абсолютный идеальный объект, из которого исходит все совершенное, вся красота, все наилучшие качества. Но какой смысл существовать в красоте, если никто не может ее оценить, правильно? То есть, если какая-то картина выставлена в каком-нибудь музее, Эрмитаже или в Луре, будьте уверены, что будет очередь стоять людей, которые хотят пережить эту эмоцию, этим объектом насладиться, потом делиться мнениями об этом всем. Итак, Кришна Вишая, высший объект, эстетический для души. А мы являемся Ашрая, то есть, те, кто эту исходящую из него красоту, все эти удивительные качества, впитывают, отражают, переживают. И вот это все называется прямо раса. Итак, для того, чтобы в нас это все стимулировать, как раз и существует этот первый компонент расы, вибхава, или еще по-другому называют его уддипану, то есть, то, что стимулирует в нас вот это чувство любви. Причем, иногда Кришна так интересно действует, что Он себя, свою форму скрывает, прячет ее в других формах. Но сама вот эта вот его природа, ее скрыть невозможно. Мы знаем, в 10-й песне Шимат Бхагава, там приводится известная Брахма Вимоха Налила, когда Брахма хотел ввести Кришну в заблуждение и сам оказался в полном заблуждении. Мы знаем, когда Он украл у Кришны телят, друзей-пастушков, Кришна из себя тут же выделил полные копии этих пастушков, этих телят. И это все продолжалось по земному исчислению времени целый год. Для Брахма это там была какая-то минута, а для людей это на земле был целый год. И за этот год, когда эти телята вернулись домой, мальчики-пастушки вернулись домой, их родители, родители этих пастушков и коровы, матери этих телят, они почувствовали, что их любовь к этим телятам и к этим пастушкам многократно усилилась. Они не понимали, что это Кришна, ведь Кришна скрыл себя как форму. Но его вот эта вот внутренняя шахта, энергия вот этого очарования его невероятного, она проникла туда, и поэтому они все почувствовали, что какие-то дети прям стали особо любимые, телята стали особо любимые. То есть, это были скрытые формы Кришны. Скрытые формы Кришны. Потом он показал Брахме, различные, что это формы Нарайана и так далее. Итак, что для нас является стимуляторами, которые эту прямую расу в нас пробуждают. 64 качества Кришны. Рупа Гусами описывает. Это будет у Дипаны или вот эти вот Вибгавы, то есть то, что пробуждает в нас вот эту вот любовь. И мы знаем, что из этих 64 качеств Джива, которая достигла состояния Премы, может даже проявить себя 55 качеств. Дополнительные 5 качеств у Шивы есть. Еще 5 качеств, 60 у Вишны проявлены. И 4 качества эксклюзивные только для Кришны. Итак, 5 качеств, которые отличают обычное живое существо от Господа Шивы. В чем они состоят? Что у Шивы вечная форма, не затронутая Майей. Он всеведущ, все знает. Он вечно юн, его тело не старится. Его тело Садчитананда, полно вечности, знания, блаженства. И он обладает всеми сидхами, мистическими совершенствами, всем могуществом. Это вот Шива Татва отличается от Джива Татвы. Это 5 дополнительных качеств. Теперь еще 5 дополнительных качеств. Вишну, которые возвышают его над Шивой. Говорится, что Вишну обладает непостижимой энергией, которая проявляется в том, что он создает и разрушает Вселенную. И вводит в заблуждение Брахму и Шиву. Далее, в его теле содержатся бесчисленные Вселенные. Он источник всех аватар. Он приносит благо всем, в том числе тем, кого он убивает. Например, когда Хирани Кашипу, вернее, Нарисим Хадеф убил демона Хирани Кашипу, демон не пошел в ад за свои грехи, а он пошел на повышение. И последнее, пятое качество, что Вишну привлекает даже Атмарам. Атмарама – это внутренне удовлетворенные души, такие как, мы знаем, Четвера Кумаров. Когда они пришли на Вайкунху, они были уже продвинутыми, но такими шанта, имперсоналистами, можно сказать. Тут они увидели Вишну и стали бактами. То есть, Вишну даже Атмарам привлекает. Итак, это еще какие-то качества, которые отличают Вишну от Шивы. И Кришна обладает всеми теми же качествами, что и Вишну, но в большей степени. Например, Вишну является источниками всех аватар в материальном мире, но Кришна является источником всех форм Бога, в том числе и формы Вишны исходят из него. Вишну, убивая демонов, дает им какое-то определенное благо или временное освобождение. Временное обозначает в Брахмане. Но Кришна дает им вечное освобождение, возвращает их в духовный мир. То есть, полное освобождение может дать только Кришна, потому что Кришна – это средоточие красоты. И Вишну тоже красив, но в Кришне это качество проявлено в большей степени. Поэтому окончательное освобождение, возвращение в духовный мир дает только Кришна. Только Кришна. Вот Вишну, убивая демонов, он временное дает им какое-то освобождение. И сам Вишну привлекается к Кришной. Об этом мы читаем. Здесь это песни Бхагава, когда Махавишну украл сыновей Брахмана, и Аржуна с Кришной прошли через оболочки Вселенной, пришли на Махавишну Локу. И мы знаем, что скрытым мотивом этого было то, что Вишну хотел посмотреть на Кришну. И дополнительно эти высшие четыре качества Кришны – это его форма является самой сладостной, называется Рупа Мадхурия. Его преданные исполнены премы, называется Бхагта Мадхурия. Его игры сладостные – Лила Мадхурия. И его флейта сладостная – Вену Мадхурия. То есть, это четыре эксклюзивных качества Кришны, которые ставят его выше положения Вишну. Такова теология, которую развивает Рупа Госвами в Нектаре преданности. Мы должны понимать, когда он говорит, ну, с одной стороны, мы знаем, что Вишну и Кришну – это одна и та же личность, но с точки зрения расы Кришна выше, потому что такие отношения с Вишну невозможны. Вот эти вот четыре качества, они отделяют, ставят Кришну над Вишну, хотя они существуют вечно всегда, и поэтому мы не говорим, кто раньше, кто позже. Хотя мы говорим, что Вишну исходит от Кришны, но не было такого времени, когда Вишну не существовало. Поэтому они существуют одновременно. И в этом смысле говорить о каком-то там превосходстве мы не говорим. Философски они едины. Но с позиции расы Кришна выше. И теперь мы же говорим о чём? В контексте того, что это форма Кришны и его качества, они должны что делать? Стимулировать нашу прямо расу. Итак, у Кришны есть три формы проявления, или, скажем, полнота его проявления. Максимальная полнота его проявлений – это во Вриндаване. То есть, это максимальная Мадхурия. Когда Кришна переходит из Вриндавана в Мадхуру, Мадхурии становится меньше, а Ишварий богатства становится больше. То есть, там уже, как бы, Кришна проявляет меньше своих качеств сладостей. И когда он переходит из Мадхурии в Двараку, там ещё меньше Мадхурии и ещё больше Айшварии. Вот это три формы, которые стимулируют любовь у разных типов преданных, которые нуждаются в том или ином. Потому что мы говорим, что Мадхурия – это высшее всего, но жители Мадхурии и жители Двараки, они также ценят его Айшварию. Поэтому им нужен соответствующий образ Кришны, который будет стимулировать то, что они хотят. То есть, это всё прямо, но разного типа, и поэтому разные формы Кришны с разным своим потенциалом, полноты, проявлений по-разному будут себя проявляться. Итак, Вриндаванский Кришна называет Пурноттама, то есть, максимальное проявление. В Мадхурии называют Пурнотара, меньше Мадхурии – больше Айшварии. И в Двараке называют просто Пурна, где меньше Мадхурии – ещё больше Айшварии, богатства. И Кришна проявляет также разную степень своего могущества и сладости. Например, когда он был в Мадхурии, вместе с Баларамой, они пошли учиться в местечке Аванти, в школу Сандипани Муни. То есть, как будто бы Кришна чего-то не знает. Вот как его знание в какой-то степени скрыто. И он пошёл, и сколько там, два с половиной месяца они были, учились. Весь курс, да, мы знаем, что за 64 дня Кришна с Баларамой освоили 64 вида искусства. То есть, получается, что в этой Мадхурии он уже в какой-то степени своё могущество скрывал. Во Вриндаване полностью оно проявлено. В Мадхурии оно уже в какой-то степени скрыто. На Курукшетре, в Хастинапуре, в Двараке он тоже проявляет разную степень своего могущества разным людям в зависимости от того, в какой они расе с ним находятся. Итак, он, находясь во Вриндаване, проявляет всё могущество Вишну. Опять же, вот в этой вот Брахма Вимахана Лили, когда он обманул Брахму, мы ещё раз вернёмся к этому, да, что в конце, когда вот эти вот уже мальчики-пастушки, которые были в Вишну, он показал, что это всё формы Вишну. И Брахма тогда схватился за голову и говорит, ой-ой-ой, то есть, вот с кем, оказывается, сыграл неудачную шутку. Вот, то есть, Брахма, находясь во Вриндаване, не мог оценить в полной мере всю эту Мадхурию, сладость Кришны. Почему? Потому что это не его раса была. Вот, ему хотелось видеть могущество Господа. И поэтому, чтобы Брахма оценил его, Кришна и проявил могущество. Как? Показав ему формы Нарайны, формы Вишну. И вот теперь, когда увидел форму Нарайны, Вишну, который, на самом деле, мы знаем ниже, да, по иерархии, чем формы Кришны, вот теперь Брахма прозрел. То есть, Брахма не мог оценить сладость Кришны, потому что это не его раса. Но вот могущество Кришны он мог оценить. И поэтому, Кришна, находясь во Вриндаване, он скрывает обычно это могущество. Но для таких, как Брахма, он его проявил, показал. Или мы знаем, что он матери Ишоди кратковременно показал своё могущество, проявив вот эту вот Вселенную во рту, когда она говорит, ну-ка, открой рот, ел ты землю, не... Он так говорит, открывает, а там у неё и земля, и вся Вселенная во рту. То есть, это временное проявление вот этого могущества. Итак, это форма Кришны, это качество Кришны, который выступает в качестве Вибхавы или Удипана, стимулирующих факторов, которые должны в нас вот это вот чувство любви стимулировать и усиливать. Также Нектар преданности описывает, что Кришна может пребывать в четырёх таких состояниях или умонастроениях, которые перечисляются как Дхирадатта, Дхиралалита, Дхирашанта, Дхирадхатта. Вот я не буду все эти вещи зачитать, это вы всё можете прочитать Нектаре преданности. То есть, это разные настроения. То есть, допустим, Дхирадатта, он такой очень серьёзный, обстоятельный, ответственный, надёжный. Дхиралалита, наоборот, он такой очень шебутной, игривый, шутливый и так далее. Дхирашанта, он такой очень рассудительный, философский, умиротворённый. Дхирадхатта – это когда он ведёт себя так, значит, жёстко, дерзко, в основном с демонами. Вот когда, значит, Калаявана на него напал, значит, у них тоже такой был определённый эмоциональный обмен, где Кришна так очень жёстко называл его там какой-то греховной лягушкой. Говорит, вот змея Кришна уже готова тебя сожрать. То есть, такие, ну, жёстковатую лексику он использует, вот потому что это подобающая раса, как ответ на выпад этого демона, Калаяванной. И так вот эти вот разные настроения, разные проявления его качеств в разных ситуациях в связи с разными преданными или в связи с демонами – это разнообразие проявления его, это разнообразные грани его, вот этой вот многогранной личности. И так это всё Вишая, объект любви, то есть то, что должно вызывать у нас вот это вот чувство, то он стимулирует любовь. И теперь коротко рассмотрим Ашрай. Ашрай – это мы, то есть мы как бы преемники, то есть те, кто восхищаются Кришной, те, кто переживает все эти вещи. И так Ашрай преданные могут быть разными. Они могут быть садхаками, то есть практикующие, могут быть сидхами, то есть уже совершенными, которые достигли приема Бхагате. Вот есть два типа сидх совершенных личностей, вот их называют сам Прапта-сидхи, те, кто достигли совершенства через практику. И есть те, кто через Крипу, через милость получили. И есть ещё Нитя-сидхи, это вечно освобождённые души. И далее преданные, как я сказал, уже могут находиться в пяти расах Шанта, вот эти вот такие нейтральные отношения. То есть они восторгаются Богом, но не участвуют прямую в его играх. Это, допустим, как вот, знаете, ну, есть игры, да, футбол, допустим. Игроки играют в футбол, они непосредственно на поле, да. А есть зрители. Зрители в футбол не играют, но они созерцают эти все вещи и выражают свои эмоции по этому поводу. То есть можно сказать, что Шанта-раса – это те, кто созерцают игры Кришны, его качества, формы, но близко в этом всём не участвуют. Это их Шанта. Вот это могут быть какие-нибудь, не знаю, там птички на вайкунхе, которые как мудрецы, они просто там поют, восторгаются, значит, смотрят на всё это со стороны. Это зрители, позиция зрителя. Дасия – это уже позиция какого-то более активного слуги, который участвует в этих лилах, но в рамках какого-то определенного этикета, потому что Дасия – это иерархия. Он поставлен на позицию ниже Бога. Сакхия – дружба. Это уже равенство определенное. В Ацалия – это иерархически даже выше, чем Бог. Роль такую играет. То есть мы знаем, что Джива не может быть выше Кришны, но по его замыслу он себя ставит в какое-то подчиненное положение. Итак, мать, отец или кто-то там старший гопи или гопы во Вриндаване, они играют роль в этих вот старших. Кришне нравится, что кто-то вот над ним тоже может его отругать или наказать, или сказать ему, ты смотри, или позаботиться, допустим, о нём, как родитель может быть. И Мадхурия – это тоже как бы равные отношения, но уже в другой сфере. В сфере вот таких чисто интимных отношений. И чтобы эту любовь стимулировать, кроме формы Кришны, кроме его вот этих вот качеств, ещё существуют многочисленные игры, существует флейта, когда Кришна начинает играть на флейте, они воспринимают как его зов, приглашение, украшение, аромат тела, исходящее из него, рожок, раковина, ножны, браслеты, отпечатки его стоп, дхама, святые места, туласи, преданные, такие дни, как Джанмаш, тамиде не Леонид Кришны, или Кадыши. Это всё стимуляторы. То есть, когда мы следуем каким-то вещам, или смотрим, слушаем, это всё должно в нас, вот эти вот эмоции, связанные с его обликом, с его формой, с его качествами, простимулировать. И качества Кришны проявляются через его тело, через его ум, через его речь, то есть, через его поведение. К телу Кришны относится его красота, непосредственно его фигура, возраст, нежность его тела и разные характеристики. То есть, мы знаем, что, если говорить о возрасте, Кришна, хотя он вечный, но для того, чтобы стимулировать любовь у разных категорий преданных, он проявляет три разных возраста. Допустим, мы знаем, что родителей, их стимулирует маленькое тело, то есть, ребёнок зависимый, маленький, которого кормить надо, которого нужно защищать, за которым нужно ухаживать. Поэтому эти три возраста Кришны, Калмара, с явления до пяти лет, отречество Пауганда, с пяти до десяти лет, и юность Кишора, с десяти до пятнадцати, шестнадцати лет, это три возраста Кришны, которые стимулируют эти три высшие расы. То есть, опять же, для родителей, тех, кто находится в отцаре раси, самая стимулирующая эту расу форма Кришны, это форма Калмара, то есть, с явления до пяти лет, потому что, именно тут они могут проявить себя, как родители в полной мере, потому что он зависимый, в этом возрасте ребёнок обычно зависимый. Уже, допустим, возраст Пауганда, с пяти до десяти лет, это, как правило, возраст, такая форма, стимулирует сакхи расу, дружба. Это когда уже Кришне и его друзьям-пастушкам доверяют пасти телят, не коров ещё, а телят. Вот дети маленькие, ну, же такие взрослеющие, помаленечку, и телята, вот как бы они находят какой-то там общий язык. И так и для дружбы вот этот вот возраст Пауганды наиболее стимулирующий. А для Мадхурия расы самый стимулирующий это возраст вот с десяти до шестна, пятнадцати, шестнадцати, кишора. Вот это уже юность такая, причём, поскольку Кришна, он же, как его называют, Махапуруша, то есть великая личность, как правило, он взрослеет раньше, чем обычно. Ну, для нас десять-пятнадцать лет ещё, можно сказать, подросток практически, да. Но Кришна, как Махапуруша, он растёт быстрее, поэтому он уже в пятнадцать лет выглядит как совершенно, так сказать, взрослый, оформившийся мужчина. Вот. И вот эта форма, дальше Кришна уже не растёт, не меняется, потому что уже нет каких-то других рас, которые ему нужно стимулировать всеми этими формами. Вот. Итак, его форма, его какие-то атрибуты, его качество, его ливы, это и есть те самые уддипаны, то есть стимуляторы или вибхавы, которые пробуждают нас с дхай-бхаву, основную какую-то эмоцию, на основе, то есть, дхай-бхавы, мы ведём себя определённым образом, называется анубхава, какое-то осознанное поведение. Вот. Если бы, если у меня есть отношение к Кришне, я прихожу в храм и приношу там какой-нибудь, не знаю, цветы, фрукты, может быть, какой-то пожертв, то нет, это будет моя анубхава, сознательные действия на служение Кришне. Вот. И потом у меня может стать какая-то неконтролируемая эмоция сатвика-бхаву, у человека слёзы потекли или там испарина какая-то или что-то ещё. Вот. То есть, это уже пошло, пошло развитие эмоций и пошли какие-то там ябхичарибхава, вот, беспокойство за Кришну или вот какие-то всякие разные сопровождающие эмоции и так далее. Вот. И мы знаем, что когда Кришна из Танцараса исчез, вот, то вот это вот их чувство сатхай-бхава, оно усилилось и они стали переживать различные эмоции и они стали искать Кришну как по его признакам. Они стали ориентироваться по его запаху, они стали искать значит, его по отпечаткам стоп, потому что это то, что стимулирует в них вот это чувство. Когда Акрура приехал во Вриндава, но увидел отпечатки стоп Кришны, сразу же столько эмоций нахлынуло у него и он стал молитвы возносить. Вот. Значит, также, если мы правильно проводим праздники такие, как Джанмаштам или Дни Икадаши, это тоже стимулирует нашу бхакти, как вот эти вот диппаны стимулирующие факторы. И если рассмотреть коротко механизм, как возникают всякие разные вот эти вот саттви и кабха, вы переживаем вот эти вот эмоции, то этот тоже механизм описан. Говорится, что когда из сердца исходит определенная эмоция, первое, на что она влияет, это праны, то есть, потому что праны, они тоже через сердце все проходят. Праны это такие каналы, по которым течет энергия, они такие жизнеобеспечивающие. И вот теперь, значит, возникает определенная эмоция в сердце, она начинает воздействовать на праны. Праны, как тонкая энергия, начинает стимулировать уже грубую энергию. Допустим, если праны активизировали элемент Земли, а Земля это самый инертный из всех элементов, то вследствие этого у преданного проявляется такая неконтролируемая саттви кабха, как оцепенение. Мы читаем что-то, что, допустим, когда лани и животные услышали звуки флейты Кришны, они оцепенели, как будто подвижные стали неподвижными. Или, допустим, река Емуна двигала стекла, она остановилась, оцепенение. Это обозначает, что эмоция включила прану, прана стал воздействовать на элементы, активизировался элемент Земли, и все остановилось, как приступ кадри. Если, предположим, эмоция через прану воздействует на элемент воды, то проявляется, что вода как неконтролируемость слезы начинают течь. Если эмоция через праны воздействует на элемент воздуха, то мурашки по коже, или там волосы стали дыбом. Это проявление элемента воздуха. Если энергия эмоции из сердца пошла, активировала элемент огня, человека может бросить в жар или испарина, пот может потечь, потому что элемент огня активизируется. Если эмоция через прану включила такой элемент, как акаш, пространство или эфир, тогда живое может потерять сознание, лишиться чувств, эксотические эмоции господочитания. Мы читаем в читании чаритамрите, как все это происходило. Таков механизм проявления всех этих сатвика бхавы. Вот так пробуждается наша подлинная, настоящая, вечная эмоциональность в связи с Кришной. И она не увядает, не приедается, в отличие от мирских эмоций. Почему? Потому что Кришна бесконечен, Ананта Рупа, и он также Авьяя, неисчерпаемый, Наванавараса, он всегда новый на вкус. Ну, вот, коротко я поделился с вами этой темой прямо про Йоджина. Понятно, что она для нас в основном такая теоретическая, но хотя бы на будущее мы должны себя представлять, поскольку цель нашего семинара это понять вообще к чему мы должны прийти, в частности сегодняшняя тема, да, то есть на первой лекции мы коротко рассмотрели связь, как мы связаны с Кришной, как все взаимосвязано в этом мире и как он та самая нить, на которую все нанизано, как жемчужина, невидимая нить самбанха. Мы рассмотрели вчера различные процессы, основные подчиненные, различные тактики поведения в зависимости от разной степени обусловленности человека и некий итог или результат, к которому мы должны прийти. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотел вам по этой теме сказать. Сейчас, пожалуйста, ваши вопросы. Голос, чуть-чуть громче говорите, ближе микрофон. А скажите, пожалуйста, вот Кришна степенирует у нас положительный голос. Что-то, что-то с голосом. Голос дрожит. Положительный голос, скажите, что-то что-то не могу понять, что-то с голосом. Да, слышно. Да, слышно. Кришна степенирует у нас положительные эмоции. А можно сказать, что эти положительные эмоции могут повлиять на наши качества характера. Ну вот эта наша гневливость, вот эта наша доверенность, она как-то может измениться, если мы будем развивать отношения к Кришне. Вот как вот опустим, откуда эти знания взять, развить качество характера человека. Да, хороший практичный вопрос. Смотрите, зависть, гневливость и так далее, это результат нашего контакта с низшими гунами природы. Низшие гуны природы, вот они в нас порождают все это. Кришна говорит Камаэш Акротхаэш Араджагуна Самудхава, что вожделение соприкасается, врождается, вернее, соприкосновение с гунной страстью переходит потом в гнев. То есть, это все результат контакта с низшими гунами. Когда мы контактируем не с низшими гунами, а контактируем с Кришной, который стоит выше гун, то соответствующим образом Кришна же стимулирует не нашу материальную природу, он же стимулирует нашу духовную природу. Поэтому все лучшие качества раскрываются в душе, а как раз материальные качества они отступают. потому что мы знаем, что духовная жизнь чисто на материальном уровне, она же сопряжена с переходом в гуну благости, более высокую гуну. И даже если какая-то прарабдха карма, то есть, наша проросшая природа, где-то она несет в себе вот эти элементы вожделения, гнев, жадность, зависть и так далее. В гуне благости это все бледнеет. Как вот, допустим, мы знаем, что в небе есть звезды, но мы видим звезды только на фоне темного неба, правильно? А когда всходит солнце, мы знаем, что звезды в небе есть, но их не видно, их не видно, потому что солнце нейтрализует этот свет. Вот точно так же у человека может быть какая-то определенная прарабдха карма с какими-то определенными качествами. Но когда мы начинаем стимулировать духовную природу, как всходит солнце, и вот на фоне этого солнца все эти остальные вещи, они уже не видны. Стоит отойти от Кришны, опять мы погружаемся в тьму, и опять начинаются проявления материальных качеств, они становятся очевидными. Спасибо. Еще, пожалуйста. Да, у меня Ранжинер Кумар, у меня продолжение. вопрос тоже про эмоции. Я раньше считала, что освобожденная душа недвойственна, но потом прочитала пример Ведуры, он был освобожденной душой, но он испытывал негативные эмоции. Получается, что в освобожденном состоянии душа тоже испытывает негативные эмоции, или это какие-то другие в кавычках негативные эмоции, вот как здесь, или это эгоизм, желание избавиться от негативных эмоций. То есть, я понимаю, что эмоции нужны, как фильм, не хочется смотреть фильм с разными эмоциями, но сама, допустим, когда эти негативные эмоции ко мне приходят, я их испытывать не хочу, не больно. Вот как здесь, как научиться за негативные эмоции видеть уроки, может, что-то у вас есть примеры, спасибо. Слишком много у вас вопросов в одном, я попытаюсь о главном сказать. Смотрите, негативные эмоции имеют место быть в том числе в духовной жизни, ведь вот мы сказали о пяти основных стхай, бхавах, да, шанта, дасья, сакья, вацалия, матхурия, но мы не затронули тему семи второстепенных рас, а ведь там что есть в этих второстепенных расах? И гнев, раудра, и бхая, страх, и даже бибхицу, отвращение, знаете, вот это все духовные эмоции, но они нормально себя чувствуют в своей дозировке, допустим, переведем все опять в сферу мирской расы, вкус, допустим, вот у вас блюдо на столе, или несколько блюд, вы обедаете, вот, и есть разные какие-то специи, или может быть какие-то соусы, приправы, которые будут разными, и вот предположим, присутствует острый вкус, или горький вкус, или кислый вкус, или вяжущий вкус, и вы немножко посыпали перцем, или какой-то там пикантным соусом, или каким-то чатем полили, немножко, да, вот, то есть, если просто вам дать, вот вам такой, дали, гольный перец вообще, или какой-то соус, такой острый, такой, или кислый, какой-то там еще в качестве основного блюда вы скажете что за ерунда то есть вы не можете это есть но немножко вы приправляете этими вещами для пикантности понимаете хотя основными вкусами являются другие зерно допустим по своей природе по своему випаку она сладкая она не как патока не как сахар сладкая но сладковатая рис пшеница не сладковатый по своему такому тонкому послевкусию это основа пищи мадгури основной вкус сладкий не приторно сладкий а такой приятно сладковатый вот но для того чтобы добавить этих вот таких вот разнообразия да вот вам и значит лимончик вот вам что-то такое кисленькое вот вам остренькое вот вам еще какое-то и тогда понимаете то есть можно сказать что острая или горькая или кисло это негативные вещи если от сами по себе их взять но если вы допустим выжали кусочек лимона на рис пришло определенное смешение и рис стал вкуснее к сладкому естественному вкусу риса плюс там еще соль какая-то добавлена еще добавился кислый стало еще вкуснее понимаете но если вам просто дать лимон или какой-то там острый соус сказать вот на те ешьте без главного блюда вы не сможете это есть не будете то есть понимаете поэтому когда мы говорим негативные эмоции в общедуховном контексте они имеют место когда акрура увозит кришну из вриндавана что испытывают гопи они негативные эмоции используют испытывают понимаете разлука ужас кошмар они говорят жизнь теряет смысл для нас но это негативная эмоция как что-то такое острое да она протекает на фоне их стха и бхавы в целом сладостных их стха и бхава это мадхури раса гопи связан с кришной мадхури раз это сладостные и теперь к этой сладости добавляется что-то острое понимаете ой какой кошмар мы теряем кришну то есть негативная в небольших дозах как некое разнообразие это то что надо но если основного этого сладкого фона или основной стха и бхавы нету вот тогда я говорю ну кошмар на когда мать ешода видит значит как кришна танцует на головах змея кали что она испытывает страх отчаяние это негативные эмоции но они происходят на фоне ее главной основной расы в от сале это мой сын кришна это позитивная эмоция а страх и отчаяние которые она испытывает это негативные эмоции но они только усиливают ее стха и бхава основной понимаете поэтому когда мы говорим о всех этих эмоциях позитивные негативные мы должны смотреть контекст и мы должны понимать главный принцип что вторичные вторичные эмоции негативные они служат усилению первичные эмоции когда мать ешода испугалась за кришну негативная эмоция насколько же возросла ее позитивная эмоция родительская любовь когда кришна вышел из воды помните то есть получается что это вот негативное временное состояние страха испуга который испытала мать ешода а только усилила ее в отца ли арасу материнские отношения с ним понимаете поэтому мы должны смотреть на все это диалектические в динамике то есть рассматривать это все как как некое общее целое и что все даже какие-то негативные вещи они служат позитивному разлука нужна для того чтобы потом усилить радость встреч понимаете это вот я вам ответил нас принцип но поскольку у вас было там куча там как минимум пять вопросов в этом просит то но это не совсем корректно понимаете то есть когда задаешь вопрос нужно задавать какой-то один ясный вопрос ответили дальше да вы самыми охуп höлли пять вопросов и ждёте штрафа так не бывает поэтому я ответил на основной ваш вопрос если что-то еще осталось дополнительно давайте следовать культуре то есть один вопрос за раз тогда буду рассматривать его а так это не совсем корректно когда вы на меня сразу кучу вопросов вывали один из другого вытекает и естественно что я не могу вот так вот на себе пять вопросов ваших ответить если что-то осталось не отвечено давайте еще по чуть-чуть или кто-то другой то может быть есть вопрос а вот вопрос когда мы говорим о счастье в сознании кришны в контексте эмоций восприятие эмоций отношений с преданными что вот эти некративные материальные оттенки они теряются смотрите всегда есть фон и есть передний план и допустим материалистичное сознание обозначает что человек да может быть есть какой-то бог там какие-то духовные вещи я все это допустим принимаю не против но это фон а главное это вот какие-то мои материальные отношения допустим семья работа карьера слава там личные амбиции так далее то есть это может быть верующий человек но для него он духовность бог это все-таки какой-то второй план второй план это фон а на первом плане это вот он и его развитие там какие-то материальные дела но благодаря усилению духовности все может поменяться то есть наша материальная жизнь может стать фоном выйти на второй план могли ну как бы я доживаю свою карму как есть так я никаких там особенных амбиции не имею больших планов сказать тут не не строю вот как есть так есть довольно тем что есть как бы моя материальная жизнь это фон а вот мои отношения с богом выходит на первый план и поэтому вот вашем вопросе важно именно понять это то есть что является первичным что вторичным и это этот вот фокус переключаем мы фокус смысле концентрации на чем мы фокусируемся я рассказывал много лет назад значит во врин давани для тех кто был там вот это вот место два даша одите тила холм 12 одите где стоит храм мадна мухана на берегу имуны вот и там значит алтарь божества мадна мухана он закрыт такой ну решетка дверца такая как бы но не сплошная а просто решетчатая металлическая решетка вот и я помню что это было давно еще какой-то был у меня даже там из всех этих телефонов все таких то не было с которыми фотографирует меня был обычный фотоаппарат какой-то вот и я значит пытался это просто сфотографировать там нельзя было но я там деньги дал этому пуджаре он там типа отвернулся я сделал несколько снимков и интересно что значит какой-то там в этом фотоаппарате фотоаппарат такой был не очень продвинутый значит там автофокус должен быть но он как-то с первого раза он не сработал вот и я потом посмотрел значит что двери были закрыты этого алтаря то есть решетка на первом плане божество где-то в глубине то может быть на глубине где-то может быть метр вот так и первые кадры получились этот вот фотоаппарат он автофокус выбрал что фокус был на решетке решетка была резкая а божество там в глубине такое расплывчатое получилось понимаете ну это вот я не знаю как там все технически происходит а второй кадр и сделали немножко ближе уже поднес видимо изменилось освещение уже и автофокус сменился теперь автофокус навелся на божество в глубине и на другом кадре решетка вышла расплывчатой а маднамахан божество стало резким понимаете и вот этот вот фокус на что мы наводим резкость это и есть то что мы называем своими приоритетами то есть что для меня перед что для меня это высшей ценностью мать еще что то есть спасибо большое за лекцию и у нас есть семья то есть родители дети но в то же время есть и кришна и с Кришной мы находимся в какой-то определенной расе ну например вот я сейчас приведу пример маму Рушода и Инанда Махараджи то есть они находятся с Кришной в родительских отношениях но они тем не менее друг другу лучше же к нам так вот получается тогда какие отношения между мамой Рушодой и Инанда Махараджи если у них концентрация все равно на их сыне то есть получается тогда у них как-то растепенные что ли отношения ну вот отношения мужа и жены то есть они-то вот так друг друга любят так скажем так ну в духовном мире если взять в духовную пятошь но все-таки эти милы Гриндаланские да это же все-таки отражение не отражение как в духовный мир спустился сюда да и нам пока показалось что там на самом деле так вот нам что ожидать когда он туда вернется вот у нас здесь там родители например дети а с Кришной мы вот в брасе находимся ну в дружеской например да у нас друг ну вот а вот как мы тогда к другим существам там относимся из нашего ложного ряда это как рассматривать это а и Криша спасибо насколько я понимаю эти вещи да в третьей песне Багава там глава описания духовного царства говорится что жители духовного мира со своими женами и там летает в этих виманах прославляют господа и так далее то есть у нас отношения не только с Богом так же с другими живыми существами какие-то семьи какие-то там взаимосвязи и так далее но они обладают второстепенной подчиненной природой то же самое мать Ешода Нанда Махарадж они муж и жена но как вы верно заметили основой их отношений является не какая-то какие-то их отношения как мужчины и женщины а Кришна Кришна является главным центром внимания главным центром всех отношений все остальное вторично как уж оно там все происходит в деталях я не могу вам объяснить я сам не знаю таких описаний не встречал но мы можем понять принципиальную вещь что все остальное что есть это чисто внешний антураж который служит главной цели усилению отношений с Кришной да Ешода с Нандой там общается взаимодействует но в основном они общаются взаимодействует не просто потому что они любят друг друга как мужчина и женщина это без сомнения есть но Кришна Кришна они в связи с Кришной общаются это самое главное вот это вот мы можем усвоить детализация всего этого ну простите я наверное не могу это все объяснить не встречал таких описаний но здесь принцип таков что по мере нашего вхождения в духовную реальность какие-то детали которые сейчас неясны они проявляются это как вот мы смотрим издалека на какую-нибудь там гору или на город издалека вот общая какая-то картинка да все такое немножко в тумане вот по мере нашего приближения начинают какие-то детали проясняться точно так же сейчас мы имеем некую базовую концепцию теоретическую базовую концепцию Кришна центр все остальное подчинено каким образом все вот это вот уже там отношения работают это по мере нашего вхождения приближения уже будет проявляться если сейчас надо все это детальное расписание мы за этим вторичным забудем первичное поэтому сейчас дается акцент на первичном отношения с Кришной все остальное проявиться свое время еще есть вопрос сейчас вы просто говорили о грубых наслаждениях приводили к мере я вспомнила как раз вопрос который я хотела уже давно прияснить когда в первом стихе нектарное ставление мы читаем мы встречаем такой текст что необходимо контролировать шесть побуждений что там ума живутка и так далее но и встречая переводы вот в битабейсе битабейсе содержимое контролировать сокращать совладать вот такие вот глаголы но когда мы читаем английский текст мы видим там всего лишь один глагол который Папада использовал это терпеть и вот у меня в связи с этим такой очень большой вопрос возник все таки в моем понимании сокращать совладать это немножко другое чем просто терпеть эти проявления как вы думаете почему все таки нас хотел призвать Папада просто терпеть это либо вот сокращать совладать ну вот как раз у меня на столе оказалось это нектар наставлений да нектар наставлений ну вот русская версия а написано термин вишахета вишахета переводится кто может совладать с чем то и термин дгира вишахета дгира то есть дгира мы знаем это уравновешенный человек тезомыслящий человек и здесь нет какого-то принципиального противоречия терпеть или совладать потому что и то и другое рождается из гуны благости и допустим мы знаем качество брахмана когда читаем да шама дама тапахши учам кшанти раджа мэвача гьяна в гьяна асти кям значит брахма карма сабхава джам да что вот это вот из брахманической природы деятельности рождаются такие качества как шама дама внутренний контроль и внешний контроль то есть внешний контроль дама то что шама это внутренне определенная способность совладать а дама это уже внешне как мы знаем имя дама дара да дама тот кто связан да удара его живот связан дама то есть внешне то есть внешне сдержанный внешне можно сказать совладает с этим а шама это как раз именно внутреннее терпение если внутреннего этого качества нет то внешне вы вряд ли с этим сможете справиться вот поэтому внешняя способность совладать с чем-то она рождается из этой внутренней способности шама дама топа вот склонность к определенному уже аскетизму вот поэтому здесь может быть нужно не столько копаться в своих словах а сколько понять смысл стоящий за ними что имеется в виду что способность к определенному такому сдержанному аскетичному внешне поведению рождается из внутренней квалификации и это происходит тогда когда сознание подымается хотя бы до угуны благости причем мы видим что вот эти шесть век побуждений они остаются то есть это это в первой стихе описывает квалификацию докшавуру на на докшавуру шикшагуру на уровне матьяматхикари то есть это не уттаматхикари никакой там может быть преданы высочайшего уровня но это минимальная квалификация для того чтобы принимать учеников говорит что вот он может принимать учеников повсюду в мире вот то есть это обозначает что он не свободен еще от всех этих вот побуждение языка гнева там и так далее вот в чате на на губах пробу прислал посерил английский вариант описано tolerate tolerate обозначает терпеть буквально терпеть обозначаешь это есть да это есть нужно нужно терпеть а терпение это качество какой гуны гуна благости правильно вот то есть у человека есть все эти вещи побуждение ума гнева языка гениталиф это все есть но благодаря благости он ты может держать в определенных рамках в узде мать гуна благости ослабела сразу стали возрастать гуны страсти невежество и все то что есть оно пошло наружу вот поэтому это скажем так минимальный уровень не максимальный а минимальный уровень которые требуются допустим от того кто выполняет роль учителя духовного лидера да кто ведет за собой каких-то людей не знаю ответил наш на вопрос или нет еще что то есть у меня вопрос пожалуйста завтра ну что делал сессия вопросов ответов может быть или поешь на 2 ну да это скорее мой вопрос к вам то есть можешь сказать что основные три темы мы прошли когда я планировал приехать я надеялся что 4 это будет ну сессия вопросов ответов и я знаю что в живую в принципе это как правило все всегда легко и интересно проходит в таком дистанционном удаленном режиме это чуть чуть сложнее я не знаю если у вас достаточно вопросов если если есть достаточно вы сможете задать там не знаю 10 15 20 вопросов это будет достаточно для того чтобы если этого нет ну я может быть подумаю какую-то еще тему может быть что-то может быть с вашей стороны такие пожелания есть я не знаю давайте мы посоветуем хорошо 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 ага ну все тогда на сегодня мы закончим у нас уже полтора часа мы вместе всем спасибо шила прабупады ки джай харе кришна ага